Мука овсяная, 180. Думаю, какого хрена? Это же овсяная мука. Всё, уже красота, лепота. И я, короче, это в шоке. Просто в шоке. Так, ну что, крошки? Давайте я открою её. Я сейчас её посмотрю, разложу. Уже... Ай да чудо женщина, чудо мать! Всем доброе утро! Да, напеваю сегодня с утра эту песню. Опять камера грязная. В общем, сегодня ребёнка отвела в сад. Я проснулась в 6.30, попила кофе, посмотрела любимый сериал, разбудила ребёнка в 7. Ровно. У нас всё по часам. Полчаса он, значит, там, мультики смотрел, водичку ему дала, просыпались. Он сильно не любит завтракать утром. Ну, вообще не любит, если честно. А завтракать утром он может часа два вообще не есть, ничего не хотеть, водичку только пить. Не, конечно, конфетки и всё такое это мы с удовольствием с утра, но я старалась ему не давать это с утра. Вот. Поэтому он так не просит вообще у меня еду с утра. Точно так же, как и я. Не хочет есть. Вот. Ну, кашу я ему даю, когда мы не в садике. Поэтому до садика мы ничего не едим. Мы сразу идём вот в садик. Ну, получается, он полчаса как бы просыпается и идём в садик. И сегодня, когда мы шли в садик, мы пели песню «Ай да наш любимый сад! Новый красивый сад! Любим мы ходить в детский сад!» с улыбкой, естественно, с чувством. Вот. Идёт, улыбается и уже всё, уже второй день. Вчера мы ходили, сегодня он улыбается, счастливый, машет ручкой, поцелуй воздушный мне посылает. Куча народу, куча детей. То есть его уже ничего не смущает. И мне кажется, я уже смело могу раздавать советы, если кто-то из мам думает, как бы ребёнка, да, вот так приучить при этом. Конечно, всё индивидуально, да. Но у меня, на самом деле, с самого рождения его выработалась определённая стратегия вообще того, как я хочу, чтобы он относился... Мила, не кусай, ты чё? Попутала, что ли, кошка? Ты почему маму грызёшь? Ты что такое? Да почему маму грызёшь? Мне больно. Офигела. Не трогай меня. Понимаешь? Нахуя. С самого его рождения у меня выработалась стратегия по тому, как я делаю настрой. Всё. Виноватая. Делаю ему настрой. Например, всегда... Я всегда хотела, чтобы он радовался моим подругам, да, когда ко мне приходят подруги. И всегда с самого начала, когда ребёнок, бывает новый человек, да, он где-то боится, где-то испугается. Я всегда с радостью встречаю, улыбаюсь с ним, разговариваю. Говорю, смотри, кто пришёл. Наша любимая там Крестюша, наша любимая Танюша, потом, когда начала приходить, да. Ой, дядя Виталя пришёл, там, бабуля пришла. Всегда с радостью. То есть, и он до сих пор, вот сколько времени, да, он всегда встречает всех с радостью. Когда мы куда-то идём, я всегда улыбаюсь и делаю ему настрой. Очень важно от того, как вы относитесь к человеку. Ну, и не просто даже там чувства, которые там как-то ментально ребёнок, да, перенимают. А именно можно сделать показательное выступление вот радости и улыбок. Соответственно, в садик тоже с первого дня, и в первый садик мы начинали ходить, так и во второй. Мы всегда идём с радостью. Там будут детки, там вы будете играть, там будут очень хорошие воспитатели, они будут о тебе заботиться. А я очень быстро приду, тогда вы будете гулять на улице. То есть, я всё рассказываю, много игрушек. Всё вот так рассказываю с радостью, что как классно, что он будет ходить. И пока мы идём в садик, я это говорю, и можно и песенку, да, спеть, и всё такое. И я заметила... Вообще, у меня ребёнок, на самом деле, очень такой социальный. Вот что я заметила, что он любит детей, любит людей, он любит среди кого-то вот находиться. Он очень быстро на площадке находит себе какого-нибудь друга или подругу, с которой начинает играть, там на горке, на перегонке, и там друг другу что-то демонстрировать, показывать очень быстро. То есть, он не обособленно ходит там сам с собой и не хочет ни с кем общаться. Он ищет вниманием, наоборот, вот контакт. И всегда его находит. Вот. Где бы мы ни были, на площадках, в игровых комнатах и так далее. Поэтому садик для него, он любит туда ходить. Просто иногда как-то что-то новое так непонятно, он не поймет, что происходит. Но я так и знала, что день 2-3 и все будет замечательно, что нам не нужно быть неделю ходить или 2 недели, как и в первый раз. И вот, пожалуйста, мы уже там на четвертый день оставили его на целый день, да. Вот. А на пятый день он уже улыбался. Вот. Ну и сейчас спокойно ходит без проблем. Но все равно периодически я подкрепляю это все радостью и счастьем. В общем, сейчас я написала с вечера себе целый список того, что я должна сделать. И смонтировать, и купить, и отдать, раздать, там что-то позвонить, кому-то что-то сказать, что-то пройти, какие-то курсы. У меня куча всего. Просто голова вот такая, сколько всего нужно сделать. Ну, кстати, напомнила, курс надо записать. Вот. Сейчас я сделаю себе вторую кружечку кофе. Еще бодренусь и просто, как энергайзер, начну. Хотелось бы до обеда основные дела закончить. Ну что, мои хорошие, время обед. Я пила все это время только кофе. А нет, утром я доела йогурт, там один, который вам показывала в прошлом видео, покупая йогурт вместо сметаны. Там один уже подходил к просрочке у меня, я его наболтала с клетчаткой и добавила туда чуть-чуть мюсли и прям утром поела. Вот. Сейчас уже надо завтракать, надо обедать по-хорошему, но я хочу позавтракать. Вы поняли, да? Икорка в помощь мне сейчас. Я ее открою. Кстати, давайте состав почитаем. Состав икра, лососевая горбуша, соль, пищевое масло и небольшие консерванты. Консерванты, такие как сорбиновая кислота, бензонат натрия и все. Вот. Ну, короче, хорошая, настоящая икра в плане, что это, знаете, не имитация вот пятерочки. 369 рублей, по-моему, стоит. Вот. Я сейчас сделала хлебушек. Сделала хлебушек в тостере, он прям такой хрустященький. Кстати, я очень хочу себе, ну, сделать, мне понравилась бутербродница у Тани, которая. Надо посмотреть, остались ли у меня баллы, кстати, в Эльдорадо. И, может быть, я себе пойду и куплю такую же бутербродницу, потому что я очень люблю бутерброды с сыром и колбаской. Вот. И было бы очень-очень круто их делать именно в такой бутерброднице, потому что, чтобы мне сделать такие бутерброды, короче, у меня целая тут история. Нужно сначала одно там подогреть, другое подогреть. Все равно это не те бутерброды получаются. А так, чтобы, знаете, сверху, снизу раз-раз. Очень круто, короче, мне понравилось все, Таня. Кто не видел, зайдите, посмотрите к ней обзорчик. Мы там эти бутерброды вдвоем с ней делаем и кушаем потом. Сладкие бутерброды получаются и соленые. Бомба. Поэтому прям даже сейчас пойду посмотрю и себе такую же куплю. Так, сейчас делаю маслице. Вот так, смотрите. Вот так маслице. И сверху корочку положу. И все, буду допивать кофе, есть бутерброды и смотреть видео, где Таня делает мне маникюр. Она его смонтировала. Сказала, такое ржачное, такое ржачное. Я там пока делала в туалет бегала от смеха несколько раз. Так что я теперь спешу посмотреть. Тоже уже ржу там до половины только досмотрела. Сейчас. Вот. Так, теперь мы берем ложечку. Мне так разгулялся аппетит, если честно. Вот было бы классно вам, знаете, на этого наклонить вас, чтобы вы прям смотрели. Сейчас сделаю, покажу. Вот такие вот бутербродики у меня получились. Все. Приятного мне аппетита. Дэй, ну и что, где перчатки? Потерял мой перчатки. Потерял перчатки? Ну, пойдем узнаем, где перчатки. Ну, что, мои хорошие, всем доброе утро. Я Денечку отвела в сад. Честно говоря, отвожу его в сад и думаю, какое счастье. Вот, какое счастье, что я знаю, что мой ребенок занят, что его там накормят, его там развлекут, позанимаются спортом. У меня не всегда, конечно, получается возможность вот полностью сто процентов уделить внимание ребенку за целый день, потому что я работаю. Вот сейчас я тоже отвела его в садик, пришла и все. Так, здесь надо ответить, здесь ответить, тут запланировать. У меня с вечера я не могла уснуть, пока я весь список не дописала. Я только ложусь спать и у меня сразу, о, вот это надо сделать, совсем забыла, о, вот это, понимаете? Я думаю, блин, список надо. И вот я утром встаю, кофе, там, сериальчик, вот утро я еще такая себе даю расслабон, и все, как только я его отвожу и прихожу домой, я делаю кофе, и все, и сажусь потихоньку с минимального начинать вот работу. Там отвечу, там отвечу, там подготовлю, то есть такое серьезное, монтировать сразу видео я не сажусь, потому что это все, это надолго, три часа нырнула, и четыре, пять, то есть можешь пропасть. Вот. Сейчас, короче, я уже сделала кое-какие дела, которые себе запланированы, иду, и сижу, и понимаю, что очень хочу есть. Вот. И я решила сделать мои любимые, мои любимые с прокисшим кефиром эти оладушки. Два яйца, собрала весь прокисший кефир, у меня вот этого оставалось немного, потом у Деньки был один просроченный, биолакт без сахара, один, полтора просроченных, один был вскрытый в холодильнике, я его сюда добавила, один целый, короче, я все сюда добавила, все просроченное, сахарозаменитель, вот, и все, у меня рисовая овсяная мука, вы уже знаете, как я это делаю, я уже показывала, я вмешаю, микс, где-то две трети и будет у меня рисовая муки и одна третья, ну, соотношение, да, два к одному примерно, как в краске для волос. Делаю вот, ну, для оладиков густую смесь. Раньше меня вообще не заставить, было бы сделать какие-нибудь оладушки, девочки, а сейчас я тоже считаю, как и многие другие, что это одно из самых простых и быстрых блюд. Все, сейчас уже грею сковородочку, ну, просто три минуты накидала всего, сейчас, кстати, я сделала, знаете, как, вообще почти на овсяной, думаю, что-то я рисовую добавляла, овсянка с утра это хорошо, да, мука из овсянки, кстати, какой тут состав, не быстрого приготовления, наверное, размолотая, обычная овсянка, которая полезная с утра, до, эти, длинные углеводы, или долгие, как их там называют, да, господи, я испугалась, представляете, это рецепт, оказывается, я думала состав, и читаю, мука пшеничная, 375 грамм, мука овсяная, 180, думаю, какого хрена, это же овсяная мука, откуда здесь пшеничная, это рецепт, мягкий овсяной хлеб, тут это рецепт, так, сейчас я состав пытаюсь найти, даже состава нет, просто мука овсяная, я не вижу состав, короче, из овсяной я сделала, сейчас, чуть-чуть добавила рисовая, чисто для вкуса, вообще, я заметила, что, если мы смешиваем разную муку, можно, ну, кто любит пшеничную, да, можно чуть-чуть пшеничной, чуть-чуть овсяной, немного рисовой, ну, гречневую можно, не надо, потому что у нее специфический вкус, кто любит немножко такое, да, не вкус, а вот аромат этот, кто любит, тот может добавить, и вот эта вот смесь, я просто помню, что даже в Экспрассе или где-то в Пудове я брала какую-то блинную смесь и читала состав, там реально, того чуть-чуть, того чуть-чуть, того чуть-чуть, и получается, девчонки, очень вкусно, то есть, микс вкуснее всегда, поэтому, я теперь уже давно не делаю только с одной какой-то мукой, я намешиваю разных, из-за того, что кефир у меня был просроченный, разрыхлитель я не делаю, оно все должно само уже подняться там, кофе, кстати, я себе тоже делаю, не, ну, я в основном использую, конечно, соевое молоко, мое любимое, да, но я сейчас купила Альпро кокосовое, и вот я поняла, что чисто кокосовое вообще мне не заходит, я так его пью, прям, знаете, с тяжестью, и я разбавляю кокосового вот так вот, и соевого, ну, чтобы допить те 750 миллилитров, которые я купила, вот, ну, можно, кстати, тоже очень вкусно, можно мешать с молоком, так, сейчас я кофе делаю, все, уже красота, лепота, не знаю, сколько мне, сейчас, три партии сделаю, девять штучек, и нормально, я, кстати, один раз только налила масло, и с первого раза уже первые мои, они впитали все это масло, потом наливаю без масла, думаю, что за фигня, что я масло все время наливаю, у меня же антипригарное покрытие, и вот уже вторую, третью вот эту вот партию делаю без масла, вторая без масла, и вот эта без масла, так же намного полезнее будет. Крошки мои, вот она моя милочка, моя кошечка, моя сладкая. Я навела сейчас некий порядочек, прибралась немного, осталось попылесосить, помыть полы, повытирать пыль, вот, так все вещи пособирала, поскладывала, посуду помыла, постирала, молодец, это молодец, у меня заряжается батарейка, вообще по-хорошему мне надо сейчас снимать, но он стоп, 4 видео, вот, один прям за другой, один выходит из другого, но так как у меня севшая батарейка, я об этом не подумала вообще, да, три дня стоит камера, и я ее не разряжала, ну это да, такое бывает нормально, я учу английский, у меня и курсы английского сейчас, и с одноклассницей из Манхэттена общаюсь, каждый день, на английском, и вечером ложусь спать, я взяла себе такую классную аудиокнигу, случайно на нее наткнулась, так диалоги, знаете, такие, ну прикольно, прям мне нравится, как я вот прям понимаю, и откладывается, я взяла книгу, но не знала, что это вторая книга, у них оказывается первая, вчера вечером еще скачала первую книгу, просто ложусь, и полчаса английского, знаете, хочешь не хочешь останется, и классно, что эту книгу не так, знаешь, прочитала все, а ты ее прочитала еще раз, прочитала еще раз, и какие-то остаются, да, и фразы, и все, кайф, короче, так что сейчас курс, буду проходить английского, часок, всем привет, мои хорошие, я не знаю, как вы меня сейчас видите, в зеркале, я просто какая-то, подтерла тушь, которую не домыла вчера, я вроде бы все, короче, тяжелый был день вчера, я снимала много видео, и что-то я не досняла еще даже, короче, сейчас я просто делаю кофе, мы проснулись, я легла в 2 часа ночи, так тяжело, и проснула сейчас, и так тяжело, и все болит, так хорошо вставать в 6.30 утра, короче, мне надо кучи дел доделать, потому что вчера я просто, я вот так вот, знаете, девчонки, на автомате вот так умылась, мицелляркой, вот что там было, ну, у меня не мицеллярка, у меня такая, кстати, надо купить еще, корейская косметика, корейская умывалка, короче, на маслах она такая, то я вроде такая умылась быстро, и все, вот так вот пошла, легла вот так вот, и все, и уснула, все, она сейчас пришла, Ну, короче, я любуюсь прической своей, мне нравится, можно делать прикольные такие классные, ну, закалывать их, да, мне прям очень нравится, накрашенная, супер, накрашусь еще раз, увидите. Все, девочки, добрый день, извините, пожалуйста, сейчас на связи будем с вами, вот хотела показать вам, как я выхожу, вот с шапочкой, как у меня, да, образ такой прикольненький. Сейчас к логопеду бежим, чем опаздываем. Ну, сойки мои пришла, Деньку отдала к логопеду, сама пришла, заказала сейчас ему сырнички, какао заказала себе, съела протеиновый какой-то бисквитик, там, ну, без сахара, там все полезно, все дела, сижу, жду его. Денечка позанимался, умничка такая, пришел сырники кушать, так они очень горячие, только надо их подуть. Так, сейчас сели в машину, на улице дождь, сейчас мы заедем к тете, к моей, надо ей кое-что передать, я же еще с Нового года с ней так и не виделась, или виделись? Нет, не виделись, у меня подарок еще новогодний, ее остался, сейчас я ей его отдам, потому что она здесь недалеко работает, и потом поедем, заберем заказ в Фаберлик. Так, мне нужно было всегда быть сверху, я же здесь спал. Да, я с камерой дождусь. Кто к нам пришел? Косички, да? Тебе было очень сложно, да? Два. Мрав? Я думал, ты просто себе тряпочку на голову положила, и оно все. Не так все просто. Розовые там лежат. Дэнни, ну, Настюля, поцелуй Дэнни, он смотри, не может прям уже. Обняться Дэнни, обняться, Настю, обними сестру. Ой, какая сильная, смотри. Поднял, приподнял. Раздевайтесь давай, жарко. Дэнни в трусилях бегает, здесь встречает гости в трусилях. Так, ну что, мои хорошие, Виталий пошел пока встречать Наташу, уже меня подгоняют, скорее собирайся. Я хочу пойти в Эльдорадо, у меня осталось 2000 бонусов, и с 50% скидкой хочу купить какой-нибудь мультиповар, который будет делать и панкейки, который будет делать гриль. Вот я увидела там какой-то универсальный, он около 4000 стоит. Ну, дальше, если чуть дороже будет стоить, в любом случае со скидкой, 2100 баллов у меня, я могу их половину заплатить. И который будет делать бутерброды, самая главная бутербродница. Вот Аня мне понравилась, которую мы делали с ней вместе в отдельном видео. Кстати, можете посмотреть, зайти на ее канал. Мы там рожали, делали вкусные, сладкие и соленые бутерброды, и я захотела себе такую бутербродницу. Вот, сейчас мы собираемся все, сейчас я напою Наташу, Занюшу, Наташу кофе. И все, я сейчас крашусь, буду красивая. Всем, кстати, очень нравится моя причесона. Уже Кристина говорит, и я такие хочу, и Таня говорит, и я такие хочу. Я говорю, давайте, подбираем вам цвет, приходите, и все на моем канале снимем. Я вам заплету, а вы будете моими моделями. Сделаем вам красоту. Потом будете делиться, как носитесь с волосами. Носитесь, носитесь, ношусь. Я ношусь со своими волосами, как утка или как курица, кто там. Короче, да, всем нравится, все говорят, что мне очень идет. Говорят, классно было бы, если бы, конечно, поближе вот так было, да, но поближе не делается. Может быть, вот я девчонкам буду заплетать, мне будет удобнее заплетать, я им сделаю, может быть, как-то это. Короче, говорю, любые прически ищите в этом, в интернете, и мы повторим, подберем волосы. Вот. Я сегодня вторую ночь ночевала с ними, спать с ними вообще комфортно, удобно, вообще никакого дискомфорта. Классно я себя чувствую, просыпаюсь, все прекрасно, голова не болит, ничего не тянет. Я еще хочу попробовать помыть голову, то есть кожу головы. Я думаю, даже не все их мочить, потому что, ну, вот здесь как бы они не грязнятся особо, да, грязнятся, больше вот кожный жир, да, выделяется, и как бы вот голова, да, может какой-то запах появляется, вот именно, не знаю, почему-то, когда косички именно делаешь, запах этот отчетливо как бы видно, несвежий, да. Я хочу как-то, может быть, держать волосы и прям промыть саму вот так вот кожу головы, знаете, шампунем и промыть. Посмотрим, как будет, как будет сушиться, вот, так что третий день ношу косички, рада, короче, всем нравится, пошла красить. Смотрите, что мы нашли, вот такой 40 в одном, у меня здесь, смотрите, 6 насадок всяких разных, я смогу делать все, что угодно, 6 тысяч с лишним стоит, все-таки. Хотела 2 доплатить, а в итоге 4 доплачу. Бразы помогают мне. Ага, мелоди. Давай, Настюля, что-нибудь с это... Не работай. Что-нибудь сыграй нам. Давай на позитивных нотах. Ой, Деня, молодец, вот это как вообще у меня... У нас тут это ансамбль семейный, смотрите. Я сейчас такая злая, девочки, просто наглость такую не встречала людскую, представляете? Подходим к столу, здесь, ну, очень много все занято, подходим к столу, и прям взрослый мужчина и две женщины такие подходят, прям, я уже все, стул отодвигаю, подходят такие, девушка, девушка, этот стол занят. А только что стали люди оттуда, и я сразу подошла. Я говорю, в смысле, когда он был занят? Вот только что, представляете? Вот Виталик с Наташей были просто не рядом. Я бы посмотрела, как он подошел ко мне, я говорю, это что, наглость, второе счастье? Он такой, ну да, представляете? Я говорю, ну, на вашей совести. И я, короче, это, в шоке. Просто в шоке. Прям очень в шоке. Прям очень в шоке вообще. Я такой людской наглости просто нет. Я говорю, ладно, дети. Да. Всем привет. Я говорю, ладно, дети, пойдемте. И мы пошли, как бы, и он сидит и жрет свою булку, понимаешь? И вот я с двумя детьми ухожу от этой, ну просто, я в шоке. Я не говорю уже о детях, я просто даже, просто девушка, да, и просто мужик такой. Ну да, 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 вы же за другим столом сидели. А мы сначала заняли другой стол, он был грязный. Я увидела, что с другого стола встают люди и уходят. И подхожу, отодвигаю стулья, все. И они такие подлетают и говорят, он занят. Ну вы же за другим столом сидели, говорю, ну что, он грязный. Я подошла сюда, первая подошла. Прикиньте. Блин, так хочется ему на голову что-нибудь вылить, супа там. Ну вот Виталька был бы рядом, они бы так не сделали. И у меня вот это, знаете, ну я, конечно, не конфликтный человек особый. Я не стала там разбираться, толкать, блин, еду, надо бы под нос вот так херануть. Ну просто, меня это, конечно, вымораживает. Ну ничего, она вернется все, я знаю. Я не прощаю, пусть вернется, пусть точно так же кто-нибудь... Кофе не пей. Это не кофе, это чай. Так, не долгайся, Дэнни. Наша дружная поляна. Мы тут жуем, кушаем. Рассказала Виталику историю. Вот как Наташа поглощает. Я дай, дай уже. Рассказала Виталику историю, у нас разбурлилась фантазия, как можно было бы отомстить в пределах разумного. Ну не так, чтобы морду бить. Он говорит, где я не покажу, я говорю, нет, не покажу. Это у него настроение такое сегодня. Мало ли чем это закончится, да, там. Вот, но можно было бы мимо пройти и разлить воды элементарно. Просто воды разлить, мокренький, как будто описался. И сказать, извини. Ничего страшного. Пау-пау-пау-пау. Давайте моем, смотрите, какая тут есть. Смотри, ножки, мама, вот так делай ты, чистые ножки будут. Видишь, красивые. Виталя делает. Иди сюда. У тебя грязный обувь, подойди ко мне. Давай-давай, ручку. Я тебя буду держать. Иди ко мне. Денька, ну дай я покажу, Настя, покажи, какой красивый костюм. Смотрите, мама нашла в Глории джинсные. Че, он сколько стоит, кстати? Ну, не знаю, еще. Покажи, давай. Тысяча двести. Кофта? Это штанцы две тысяча двести. Ну и кофта такая. Таны тысяча двести и кофта. Классный костюм. Как он по качеству, кстати? Нет, это джинсы типа, а это толстовка. А, это джинсы, обалдеть. Мне нравятся такие, да. Очень стильненько. Тебе нравится, Настя? Мамочка, я грязная. Это весь грязный. Настя палый в торговом центре вытер. Я бы мне показывала сегодня себя. Я вот такая вот. У меня черно-розовый сегодня оттенок. Короче, розово-черный стиль. Я купила, кстати, сейчас покажу, что я купила. Я купила вот такое новое кофе. Кофе для свидания. Я, кстати, его не пила. Вот тут с карамельным вкусом и со сливками. Вот. И зашла сейчас. Короче, такая корейская косметика. Кофе дорогая вся. Обалдеть. Но я нашла, смотрите. Средство для снятия макияжа с глаз. Двухфазное. Василек. Какой-то магазин Эко. Краснополянская косметика. Ну, нашего производства. И его можно не смывать, короче. Я смотрю, оно какое-то с маслом. Его надо подогреть. Видите, холодно чуть-чуть. Оно заэто влаз. Короче, его вот так вот встряхиваешь. И на ватный диск. 230 рублей стоит. Я решила попробовать маленький. У них и большой такой есть. Короче, попробую. Расскажу потом. Ну что, мои хорошие. Мы Виталика с Натальей и Настеной отправили домой. Отвезли. И приехали сейчас домой. Мы скорее с Денькой сейчас расстегиваемся. Бежим домой. Я скорее хочу испробовать. Ой. Нашу новую вот эту вот бутербродницу. И все на свете. Посмотрю меню. Короче, сейчас вместе пойдем распакуем, посмотрим. Фух. Все, мы пришли домой. Деньку закинула в ванну. Искупаться. И все. Время 15 минут восьмого. Ну, я думаю, что мы уже покушали, отдохнули. Творожочек на ночь. И спать его сразу уложу. Все. Завтра рано вставать. 6.30. Я прям радуюсь. У меня на самом деле все просто тетя моя, Кристина, Таня, уже все хотят что-то такое подобное. Ну, тетя поскидывала мне какие-то кудряшки интересные. Короче, хочет сделать. Я всех приглашаю на свой канал. Я говорю, давайте экспериментировать на моем канале. Скоро, надеюсь, скоро будут новые прически и идеи для вас к весне преображения. Напишите в комментариях. Рады, ждете, хотите. Вот, сейчас я это, что это, переписываясь со всеми. Общаемся, решаем, когда, чего. Ну, что, мои хорошие, уложила Деньку спать сейчас. Время. Время. Время без 10.10. В 9. Без 10.9. Все, он спит, я встала, сама чуть не ужнула, если честно. Но я вспомнила, что я хотела вам показать, что у меня здесь новенького. Из косметики. Будем тестить сейчас. У меня уже заканчивается моя, это, ну, не мицеллярка, а для снятия макияжа, такое, корейское, то, что мне Любашка присылала. Вот уже чуть-чуть осталось. Вот, и долго ждать. Я, короче, решила взять. Первое, что я взяла срез... А, это я вам показывала, да? Вот такое маленькое средство. И вот такое, это в органике я зашла, 915 рублей стоит, короче. И тут, и тут масло. Но тут, я смотрю, надо, чтобы нагрелось. Оно какое-то это... Сейчас я половину, короче, намажу одним, половину другим. Вот. Здесь тоже одни масла, мне сказали, что... Давайте откроем. Типа всё натуральное. Одни масла. Запах так себе. Всё, поставила в тёплую водичку пока. Давайте одну половинку мы вот этим вот попробуем, да? Так, выглядит как масло. Его вообще, то есть, там написано, что его можно смывать только при желании. Так его, типа, можно не смывать, я так понимаю. И его ещё можно наносить просто как эссенцию, знаете. Но оно не сильно маслянистое. Вот эта мицеллярка, которую мне Люси прислала, оно по маслянистии. Да и макияж написано. Но почему-то мне такое ощущение, что он не справится с макияжем. Что он не справится с макияжем водостойки. Запах не нравится мне. Блин, я люблю, когда что-то приятного аромата. А здесь какие-то вообще неприятные масла. Но это я поняла. На пальцах осталось прям масло, вот так вот, знаете. Но лицо бы я не сказала, что такое жирное, знаете. Ну, как бы масло как будто впиталось. Ну, окей. Давайте другое пробовать. Василёк, значит, здесь написано, что здесь именно для средства для снятия макияжа глаз. Я подумала, что можно всё снимать им, раз для глаз подходит. Здесь спрей. Всё новое, так непривычно. Пользоваться ещё. Может, надо в глаз прожигнуть? Вот так. Типа теперь... Здесь даже запах, мне кажется, поприятнее. Но такой же, знаете. Чуть поприятнее, но такой же неприятный. Вообще, я пользуюсь всё время для снятия макияжа корейской косметикой, да. Мне нравится. Но, может быть, кто-то пользуется не корейской, типа, может, Горенье или вот Лореаль, там, не знаю. Может, что-то такое из наших. Может, белорусская косметика. Есть, что я хочу от косметики. Вот, ваш совет нужен. Не от косметики, а именно для умывалки. Это не умывалка, а демакияж, короче. Я хочу, чтобы он был несмываемый. Я хочу, чтобы... Мил, угомонись! Я хочу, чтобы он был несмываемый. Я хочу, чтобы он был маслянистым. Чтобы после него прям кожа, знаете, вот как маслянистая такая вот вся была. Чтобы не надо было наносить крем после этого. Чтобы он легко удалял макияж. Даже водостойкий. Вот, что я хочу. И мне не нужно молочко. Я не люблю молочко. Мне нужно, чтобы была какая-то мицеллярная вода, гидрофильное масло. Но много где написано, что нужно смыть его, понимаете? А мне... Надо, чтобы я не смывала. Так, ну что, попробовала я два этих средства. Кожа более увлажненная, конечно, вот с этим. За 900 рублей. Made in Zambia. Это Zambia. Да, оно такое, ну прям, как будто после масла. И масло впиталось очень хорошо. То есть нет такого жирного, как обычно у меня это есть. Но оно меня не парит. А здесь нету жирного. Хотя здесь разные масла. Но ощущения жирности нет. И прям, наверное, хотелось бы еще смазать все это дело кремом. Вот здесь вот не обязательно кремом смазывать. Но все равно не то, не то средство. Это не вот эта корейская тема. Так, ну что, крошки. Давайте я открою ее. Я сейчас ее посмотрю, разложу. Уже положу, поставлю. Там, выберу, какие мне нужны для бутербродов, например, на завтра. И завтра будем уже что-нибудь делать. В общем, сделаю себе на ночь бутербродики. Вот что у меня тут было. Слепила из того, что было, называется. И хлеб последний еще. Последняя колбаска. Закрываем. Вот так. Девочки, прошло 2-3 минуты буквально. И уже готово. Уже зажарилось как следует. Надо было даже меньше держать. Сейчас будем пробовать. Ой, девочки, бутербродики просто бомба. Я представляю, как будут они с уголками. Такие полноценные, знаете, ну, квадратный тостер. Хлеб. Но с этим тоже бомбезно. Все горяченько внутри. Прям мне нравится. Хрустященько. Короче, я думаю, что я, наверное, сделаю на втором канале отдельный обзор. Отдельно все покажу. И даже, может быть, что-нибудь приготовлю. Может быть, даже нормальные бутерброды. Может быть, даже по рецепту какой-нибудь рецептик один приготовлю. Или на гриле что-нибудь сделаю. Но на втором канале будет прям отдельный обзор. Потом вам, если что, ссылку на него дам. Я думаю, это видео просто раньше выйдет, чем обзор. Вот. Но обзор будет. Ну, а теперь чаечек. Любимый сериальчик. Бывшие. Шестая серия. Новая. Кайфуем. Ну, что, мои хорошие. Доброе утро. Начался понедельник. Идем в сад. Просыпается еще потихоньку. Я его полусонного одеваю. Вот. Ну, все. Мы выходим. Идем в садик. Погода очень хорошая. Думаю, детки сегодня будут гулять у нас. Дэнни сказал, чтобы он позавтракал. Хорошо. А то он так, ну, дома особо не любит завтракать. Сегодня будут гулять. Ветра нет. Погода кайф. Так, ну что, заскочила в магазин. Взяла хлебушек. Свой любимый квадратный. Я сейчас сделаю, ну, один. Потому что, когда я сама себе делаю, я делаю один хлебушек. А тут один сверху, один снизу. Понимаете? Поэтому, думаю, достаточно будет один. Уже разогрелось все. Я подготовила девочки. Смотрите. Кладу хлебушек. Квадратненький. Подготовила я, подготовила. Давайте у нас будет карбонат. Вот такой взяла. Я его положу, наверное. На один я могу класть два кусочка. Сюда, наверное, положу даже. Не знаю. Или хватит. Ну, давайте три, ладно. Два хлебушка, три кусочка. Вот так вот, да? Так вот как-то положу. Так. Сырок. Или помидорчик сначала. Не знаю, что лучше сначала положить. Помидорчики подготовила. Может быть, лучше надо было, конечно. Не знаю. С помидором ни разу не делала. Вот так вот. Второй хлебушек сверху. И зажимаем. Посмотрим, что получится. Я, кстати, ну, когда отдельное видео буду снимать, я буду делать там что-то другое реально. Бутерброды вы уже знаете, как что делать, да? Я вставлю отсюда, если что. Вот, я не знаю, что. Я думаю, гриль, наверное, замочу какой-нибудь. Готовится прям очень быстро. Ну, одна-полтора минутки прошло. Смотрите, какие уже они красивые, пожаристые. Просто моя мечта. Ну, сейчас она чуть подстынет, и можно легко вот так раз разделить. На два птичка. Бутербродик, вообще, ну, просто мечта хозяйки. Ну, что, мои хорошие, сейчас накидала влог, уже, смотрю, получилось 36 минут. И я думаю, что, наверное, надо закончить этот влог, попрощаться с вами. Планы у меня на сегодня, хорошая погода, хочу погулять. И хочу съездить еще посмотреть косички, ну, другого цвета, вот под мои корни. И думаю, я сюда еще доплету косичек, вот сюда, да, под свои корни. Чуть замиксую цвет. В следующем влоге уже, может быть, увидите что-то новенькое. Ну, и тетя моя, она увидела кое-что, там тоже хочу посмотреть, есть ли такие волосы, которые она хочет попробовать, да. Так что, я думаю, будет еще много всяких разных идей таких. Вот, ну, я пока с волосами хожу. Пока желания снять у меня нет. Есть желание только дополнить еще прядями, да, и узнавать что-то новое и интересное, что еще есть. Вот. Так что, на сегодня я с вами прощаюсь, увидимся в следующем влоге. Переходите на второй канал, там много всего интересненького. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok